У меня такой вопрос. Предположим, человечество смогло преодолеть эту беспокойную фазу, которую мы переживаем сейчас. Что мы будем делать, если мы придём к идеальному обществу, где все миры любивы и едины? К чему тогда мы будем стремиться? Вы что, договорились между собой? Давай посмотрим на это таким образом. Поскольку ты не можешь представить себе, чего хотят все эти люди. Посмотри на себя. Сейчас ты думаешь, что хочешь стать инженером. Допустим, сейчас я сделаю тебя инженером. Тогда ты начнёшь задумываться о работе. Дам тебе работу. Затем станешь думать о повышении. Я тебя повышу. Затем захочешь получить какую-нибудь награду. Я награжу тебя. Затем захочешь богатства. Я дам тебе состояние. Прямо сейчас я предоставлю тебе всё, о чём ты только мог мечтать. И чего ты тогда будешь хотеть? Я могу всё это сделать. Скажем, я хочу устроиться на работу. В настоящее время я очень хочу устроиться на работу. Да. Но мы же говорим о финале. Прямо сейчас ты получил всё, что хотел, всё, что только мог себе вообразить и не мог вообразить. Всё это у тебя уже есть. Чего ты хочешь теперь? Тогда бы я не знал, что делать. Просто посмотри на это. Просто посмотри на это. Несчастные люди. На своей работе они зарабатывают себе гипертонию и самые разные заболевания. Они постоянно тревожные. Да? Так чего же ты хочешь? Может быть, тут дело в девушке? АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Чего ты хочешь? АПЛОДИСМЕНТЫ Я больше не знаю, чего хочу. АПЛОДИСМЕНТЫ Это хорошо. Я не знаю, это мне нравится, потому что ты на самом деле не знаешь. Каждый постоянно дурачит себя на каждом этапе своей жизни, думая, я хочу стать инженером, я хочу стать инженером, это займет вас на 5-7 лет. Затем, я хочу устроиться на работу, это занимает вас еще на 1-2 года. Затем, я хочу устроиться на ту работу, эту работу, это занимает вас еще на 8-10 лет. Я хочу столько-то денег, такого-то достатка, это занимает вас еще на 25 лет. Я хочу быть с этой девушкой, той девушкой, с таким-то парнем. Это занимает вас на несколько лет. Когда появляются дети и начинается, я хочу, чтобы мои дети стали такими-то и такими-то. И вот мы уже готовимся к вашим похоронам. Тебе необходимо понять. Необходимо понять только одно. Сейчас ты можешь придавать самый разный контекст своей жизни. Но по существу, то, что ты называешь «моя жизнь», это всего лишь комбинация времени и энергии. Да? Пока мы сидим здесь. Время уходит для всех нас. Ты можешь его вернуть? Ты же инженер. Можешь его вернуть? Вчера был непродуктивный день, так что я отмотаю его назад. Можете так сделать? Время уходит для всех нас. В то время, как мы здесь сидим, идут не часы. Уходит наша жизнь. Не так ли? С тех пор, как вы пришли сюда, вы стали на полчаса ближе к своей могиле. Не важно, насколько вы молоды, вы приближаетесь к ней. Не так ли? Да или нет? Так что есть определенное количество времени. И никто не может управлять этим временем, потому что для всех оно уходит с одинаковой скоростью. Вы занимаетесь чем-то или ничем не занимаетесь, спите, бодрствуете, счастливы, несчастны. Делайте, что хотите. Оно просто неумолимо продолжает утекать. Не так ли? Так что существует энергия, которую вы называете жизнью. Вы можете испытывать ее на разных уровнях. Если вы сидите вот так. Вы ведь так обычно сидите на занятиях. Если вы сидите вот так, то 24 часа будут ощущаться как тысячи лет. Но замечали ли вы, что в тот день, когда вы счастливы, 24 часа пролетают словно одно мгновение? Да или нет? Так что время — это очень относительное переживание в индивидуальном субъективном опыте. Если вы радостны, и если вы проживете так сто лет, по вашим ощущениям жизнь пройдет всего за несколько мгновений. Только несчастные люди будут жить долгой жизнью. Потому что если вы несчастны, вы всегда будете чувствовать, что жизнь слишком длинна, и вам захочется ее сократить. Но если вы радостны, учитывая ту возможность, которая доступна для человека, не успеете вы оглянуться, как все будет кончено. Учитывая ту возможность, которая заложена вот в этом. Так что вам необходимо управлять своими энергиями, потому что жизнь — это определенное количество энергии. Оно не бесконечно, но оно может быть увеличено. Если вы функционируете на одном уровне энергии, тогда то, что вы делаете за 10 лет — то же самое. Вы могли бы сделать за один год, если бы функционировали на другом уровне энергии. Так что если два человека живут сто лет, то с точки зрения воздействия и глубины опыта, один прожил бы тысячи лет, а другой прожил бы сто несчастных лет. Вот и все, что можно сделать. Сейчас ты можешь думать, как стать инженером, об одном другом. Это все ограниченный контекст, который ты устанавливаешь для себя. По существу жизнь — это просто время и энергия. Вопрос в том, что ты из этого сделаешь. Хочешь ли ты что-то из этого сделать? Здесь нет никакого принуждения. Когда я говорю «сделать что-нибудь из этого», я говорю не о социальном проявлении. Я говорю не о том, кем ты должен стать в обществе. По сути, ты пришел сюда в качестве жизни, потому что хочешь испытать жизнь. Вопрос в том, насколько глубоко ты хочешь ее испытать. Сегодня, если люди хотят испытать жизнь, с чем они экспериментируют? Они будут экспериментировать с этим, не с этим, с этим. Да-да, я вас знаю. Либо они будут экспериментировать с этим, либо с чем-то еще. То есть будут экспериментировать с тем, как снизить свои способности. В США легализовали марихуану в нескольких штатах. Так что, когда я был в некоторых колледжах или университетах, меня спрашивали, «Садгуру, почему бы вам не внести такое предложение?» «Кто, как не вы, должен легализовать для нас марихуану?» Я отвечал, «Не проблема. Легализуем марихуану, кокаин, метамфетамин. В чем проблема?» «Нет проблем. Но зачем вы хотите их легализации? Чтобы вы могли накуриться и потом пойти в колледж?» «Да? Хорошо. Но скажем, вас ждет перелет на частном самолете, но пилот приходит накуренном. Вы захотите полететь с ним?» Парень уже улетел, без самолета. Если вам этого недостаточно, допустим, вам требуется серьезная операция, и хирург приходит накуренном. Захотите пройти через такую операцию? Нет? Тогда вы ясно видите, что это снижает ваши способности. Я хочу, чтобы все вы подумали над этим. Вы думаете, что можно улучшить жизнь, уменьшая свои способности? Да? Если вы хотите улучшить эту жизнь, вы должны существенно улучшить свои способности. Это единственный способ улучшить эту жизнь. Вы не можете снизить свои способности и думать, что ваша жизнь становится лучше. Что это за глупость? Просто потому, что это делает вас немножко такими. Я могу сделать, чтобы вы постоянно были такими. Как вам такое? Без всяких веществ. Я все время нахожусь в таком состоянии. Посмотрите мне в глаза. Я под кайфом. Да. Никогда не употреблял никаких веществ, но постоянно под кайфом. Все время. Потому что я хочу, чтобы вы поняли, что величайший химический завод на планете находится здесь. Если вы хороший управляющий, вы можете создать изнутри любое ощущение, которое захотите, и при этом улучшить свои способности. Если вы переживаете какой-то опыт, даже для того, чтобы пережить это, ваши возможности должны быть повышены. Не так ли? Является ли это тело величайшим химическим заводом на планете? Согласны со мной? Здесь есть инженеры-химики? Так что я спрашиваю, как вы управляете этой системой? Что вы сделали? Мы дали вам такую сложную машину. Вы хотя бы просчитали руководство пользователя? Нет. Слепо делаете одно, другое, и затем думаете, что накачавшись чем-нибудь, сделаете себя лучше. Нет. Поверьте мне, единственный способ, которым вы можете улучшить эту жизнь — сделать так, чтобы ваши способности стали очень яркими. То, как вы видите, слышите, обоняете, как чувствуете вкус и осязаете. Если это улучшено, разве жизнь не улучшена во многих аспектах? Здесь есть и другие моменты, но я говорю, опираясь на то, что вы знаете, на ваш опыт. Допустим, вы можете видеть вдвое лучше, чем тот, кто сидит рядом с вами. Разве ваша жизнь не улучшена? Если вы можете чувствовать вкус лучше, чем другие, если вы можете чувствовать лучше, если вы можете слышать лучше, разве жизнь не улучшена? На этом уровне вы это понимаете. Но существует много других измерений человеческих способностей. Если вы улучшите их, то будете испытывать блаженство просто сидя здесь. Вы не захотите принимать какие-то вещества, потому что просто сидеть здесь будет величайшим переживанием в вашей жизни. Так что, возвращаясь к твоему вопросу, если бы у тебя было все, чего бы ты хотел? Если бы у тебя было все, о чем ты только мог мечтать, все уже здесь и сейчас, чего бы ты хотел? Вам нужно подумать, не так ли? Я не буду снабжать вас ответом. Если вы не вложите хотя бы такое количество мыслей в свою жизнь, это будет значить, что вы очень близоруки. Подобное произошло с Буддой Гаутамой. Вы слышали о Будде Гаутаме? Из-за одного предсказания, которое услышал его отец, что его сын может стать либо великим императором, либо великим мудрецом, а его отец хотел, чтобы тот стал великим императором. Тот защитил этого мальчика и поместил его в уединенный дворец, где была сплошная роскошь. Там было все, о чем только можно мечтать. Женил его на очень красивой девушке. У него было все. Он не должен был видеть никаких страданий. Но однажды он просто вышел на прогулку, увидел пожилого человека и спросил, «Почему он так выглядит?» «Его шофер». Возница к леснице сказал, «Каждый становится таким через какое-то время». Гаутама спросил, «А я?» «Я молодой принц. Стану ли я таким же?» «Да, каждый станет таким, как этот старик». Это потрясло его. Затем он увидел человека, который страдал от одного заболевания. Гаутама спросил, «Почему этот человек так выглядит?» Возница ответил, «Это может случиться со многими людьми. Это невозможно предугадать. Заболеть может любой». Большинство думает, что это случается только с другими людьми. Но нет, это может случиться и с нами. Да? Затем он увидел похороны. Мертвое тело. «Что это?» Возница ответил, «Это неизбежно. Умрет каждый». Вы знаете, что вы тоже умрете, потому что большинство людей верят, что умрут другие люди. Интеллектуально они, конечно, знают, но думают, что они здесь навсегда. Вам нужно осознавать, что вы смертны. Это означает, что вы располагаете ограниченным количеством времени и энергии. Если вы всегда осознаете это, тогда сами решайте, как организовать свое время и энергию. Если вы осознаете это, если вы думаете, что вы сверхчеловек, что вы не умрете, умрут другие люди. Всего наилучшего. Смерть придет. Вы можете осознать это только на смертном адре перед самой смертью. Некоторые могут счесть это экстремальным шагом. Но вам следует отправиться и поработать волонтером в хосписе или в больнице, где умирают люди. Чтобы вы увидели это. Это очень важно. Только тогда вы станете чувствительными к жизни. Жизнь становится очень важной, потому что вы знаете, что время ограничено. Если посмотреть, то, к сожалению, сегодня в мире свыше 80% людей, когда наступает последний момент их жизни, когда они умирают, они не напуганы, не страдают от боли, они просто в замешательство. Замешательство приходит из-за того, что всю свою жизнь они просто жили своими мыслями и эмоциями, но никогда не жили жизнью. Важно, чтобы вы поняли, что существует психологическая реальность в вашей голове и существует экзистенциальная реальность, которая есть жизнь. Большинство людей ошибочно принимают свою психологическую реальность за экзистенциальную. Ваши мысли и эмоции стали более значимыми, чем вся Вселенная, не так ли? Да? То, о чем вы думаете, та чепуха, о которой вы думаете и то, что вы чувствуете, стала более важной, чем Вселенная. Это значит, что вы делаете собственное творение более значимым, чем большее творение. Это означает, что вы будете страдать. Если вы не будете страдать, я буду разочарован. Да? Потому что если ваше невежество не заставит вас страдать, тогда что? Зачем тогда нужен я? Ведь требуется много усилий, чтобы выбраться из такой ловушки. В чем смысл кому-то стремиться выбраться из ловушки невежества? Если люди могут прекрасно жить в своем невежестве, в чем тогда смысл? Зачем тогда нужны знания, просветление, осознание, если люди могут жить абсолютно блаженно в своем невежестве? В чем тогда смысл? Когда вы невежественны, вы должны страдать. И я хочу, чтобы вы знали, что величайшее зло на планете — это невежество. Субтитры создавал DimaTorzok